Вот уже три месяца, как в российских школах, учебный день начинается с поднятия флага исполнения гимна. В Карачаево-Черкесии каждую неделю проходят торжественные линейки с участием школьников и преподавателей, на которых учащиеся обсуждают важные темы из героической истории России. В восьмой школе Черкеска побывала наша съемочная группа о доброй патриотической традиции Мадина Каракетова. В понедельник каждой неделе в восьмой школе Черкеска день особенно волнительный и торжественный. Здесь стала традицией начинать неделю с патриотической акции – поднятия государственного флага. Лучшие ученики недели под гимн страны, исполняемые учащимися восьмой школы, выполняют эту важную миссию. Затем звучит гимн Карачаева-Черкесии. Далее разговор о важном. Тема сегодняшнего дня – символика Российской Федерации. Директор школы Азамат Гогов рассказывает учащихся об истории флага, герба и гимна великой страны. Сейчас такое время, когда надо поистине проявлять патриотизм и любовь к своей стране. Дети с каждым днем все больше и больше проникаются любовью к своей стране. Говорят на линейке не только о государственной символике и славной истории России. Говорят о нравственности, морали, канонах воспитания и этике. Долги перед отечеством. Особенно это актуально в настоящее время, когда идет процесс глобализации, усиливается давление Запада на все слои сферы российского общества, считает директор 8-й школы Азамат Гогов. Патриотизм, в первую очередь, нравственный и политический принцип. Это любовь к отечеству, готовность подчинить свои интересы интересам государства. Это также стало темой разговора о важном на этой неделе. В торжественной патриотической линейке учащиеся школы готовятся с усердием, разрабатывают заданные темы, готовят доклады, читают стихотворения. Значит, Родина моя, ты спросишь, я отвечу. Сначала тропочкой земля бежит тебе навстречу. Потом тебя поманит сад душистой веткой каждой. Потом увидишь стройный ряд домов многоэтажных. Потом пшеничные поля от края и до края. Все это Родина твоя, земля твоя родная. Чем станешь старше и сильней, тем больше пред тобою. Она заманчивых путей доверчиво раскроет. Учащиеся признаются, что патриотическая линейка и разговор о важном – это очень увлекательно и познавательно. Они узнают что-то новое, интересное и полезное. Часто в рамках патриотического воспитания в восьмой школе проводят классные часы, на которых просматривают документальные фильмы, посвященные истории страны, обсуждают происходящие процессы, анализируют, дают оценку, рассуждают о путях решения той или иной социальной или политической ситуации. Детям это очень нравится. И у них, я замечаю, вот у меня пятый класс, пятый Б, и вот они очень любят, когда мы говорим о истории, именно о истории России, что происходило, что есть, что будет, свои какие-то они мысли выражают. Современность, когда такие явления, как русофобия, антипатриотизм и лжепатриотизм стали довольно частыми явлениями, когда искажается история нашей страны, обесценивается ее роль в борьбе с фашизмом, ставится под сомнение вся история Великой России. И хочется верить, что эти дети вырастут настоящими патриотами своей страны. Президент России Владимир Путин в одном выступлении сказал, что, утратив патриотизм и связанное с ним гордость и достоинство, мы потеряем себя как народ, способный на великие свершения. И, возможно, кто-то, стоящий сегодня на этой линейке, крепко сжимая в ручонках российский флаг, завтра впишет свое имя в великую историю великой страны. Мадина Каракетова, Мухаммед Ашибуков, Вести, Карачаево, Черкесия.